Всем привет! С вами Ханева и... Нина Грец и... Эми Син. Да, и сегодня мы играем второго, третьего, то бишь, невероятное приключение Тявкина. Так. Добро пожаловать на шоу Тявкина. Приветствую вас, мои дорогие друзья. Вы упали сюда не случайно. Это шоу прозвеселит вас весь вечер, вы никогда о нем не забудете. Здесь будет много шуток, веселья и, конечно же, вина. Здесь будет много шуток, веселья... А, ты уже прощала. Что? Я забыла. Все, тихо. И это шоу на гнезд шоу Трояна. Ну, поехали. Все. Мне поможет мой друг. К сожалению, я не знаю его имени, но посмею его назвать, для примера, Заяц Санычем. Кто это? Нина? Давайте... Давайте пригласим с Види. Давайте? С Види, давайте я сейчас приглашу. Давай ты. Я добавлю за пожал. Окей. Давайте. Хаишки, ребятушки. Окей. Ладно, давайте же приступим, господа, к веселью. Тук-тук. Ну, давай, Нина. Ой, кто там? Это твоя совесть. А зачем ты пришла? Я пришла убить тебя. И это... Давай, читай. А, да. И это только начало. Кто читает тут... Тут знаки... А, это, наверное, Трояна сейчас будет. Давай. А, ты че, серьезно? И два часа будет таким? Да я лучше побегаю, как окаянный, по квартире, чем буду здесь торчать. Давай. Вас, месье Трояна, сюда не звали. Изучит еще. Да меня никуда не зовут, я сам прихожу. А теперь настало время закрыть это шоу. Вы не посмеете. А, этот... Не посмею. Что? Бум. А, понятно. А, что? Почему? Так-то лучше теперь не будет всего этого занудства. Ну, а я с Марусей начинаем свое шоу. Добро пожаловать на невероятные приключения Трояна. Три. Наркоз. Наркоз. Начальник. Бонусы. Так, данная новелла является юмористичной, ну или проще стебной. Автор не хочет этот новеллу никого оскорбить или унизить. Он просто хочет немного поднять настроение читающим. Так что все происходящее, но не воспринимайте, Сережа. А, да-да-да-да-да. Ну, мощности, да нам посрать. Я хочу читать, я всегда читаю это. И, да, не повторяйте происходящее в новелле в домашних условиях. Но, блин, а вдруг? Действительно. Так. Прошел уже один месяц после событий второй части. Сделай чуть-чуть получше видно, чтобы... Я так не чинишь. Так... 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 А, зачем? Ну, да, вот так. Зачем? Так... Так текст тот же. Так текст... Все нормально с текстом. А, из-за... Где так лучше? Ладно. Из-за отсутствия мафии Троян стала стремительно завоевывать территорию города, когда в конце концов не стала всеобщим любимцем. Популярность Катарса так быстро, что он стал настоящим городским достоянием. Конечно же, не без помощи милой мышке Маруси, которая спасает его задницу. Всегда приходит на помощь. С каждым днем имя Трояна становится узнаваемее, чем Милли с Руирус и губка Лол. Серьезно? Окей. Кот получает всеобщее уважение и почет. Но из популярности появляются хейтеры. Ну, у Трояна они были и раньше, но сейчас их стало еще больше. Над городом ступаются, стущаются, сгущаются тучи. Движется буря. Скоро этому городку понадобится настоящий герой. И этот герой... Протяжный храб. Фёрби! Фёрби! О, Маруся, ты что такая огромная? Она просто близко ступит. Я не знаю. А, нет, мусор, мусор. Я не знаю. А в этой мусорке появляется Маруся? О, Боже! Быстро подойдя к Трояну, он начинает его будить. Троян, просыпайся! Горе герой! Что? Я за что? А, это ты, Маруся? Троян! Посмотри на себя! В кого ты превратился из всеобщего любимца в какого-то алкаша-наркомана-бомжа? Ну, вообще-то я была алкашом и наркоманом еще до своей популярности. Хотя, ладно. Да, отправила. Ладно, герой побомжевал. Теперь герой может и подвиги творить. После того, как восстановлюсь печень. Ох уж это неловкое молчание. А, Эми! Она же психологом. Почему я? Ты же психологом хочешь стать. Ладно. Как вы думаете, почему вы скотились до такого уровня? Да, это все из-за того, что я начал получать огромные деньги. На них я покупал себе мяту, валерьянку, полигамных самок. Но ведь такое часто происходит со знаменитостями. Разве нет? Не хочу заметить, что и до популярности вы купали эти вещи. Вы заметили то, что на кресле факт нарисован? Заметь ли факт? Что вы собираетесь делать дальше? Даже не знаю, с чего начать, ефт. Займусь благотворительностью. Может быть, стану супергероем. Выгоню маленьких тявкающих шапок из города. И, возможно, помогу автору сделать домашку по физике. А то она заколебалась конкретно. Давайте я. Серьезно? Нет, конечно же. Сама страдай. Да блин. Думаю, вы готовы. Давайте прочитаем, что она блин. Зачем я? Так, все, давай. О, да, байби. Теперь я в полной форме, и меня ждут новые дела. Давайте Нина, а то она озвучивает только Марусю. И зайчика. Ну, все равно. А сегодня мы расскажем, зачем же все-таки девушки открывают рот, когда красят ресницы. О, да, давай, валяй. Это именно то, что я должен знать. Ценная нужная информация. Обожаю. Но замечательную, ленивую идилидию нарушает Маруся. Ну, как завсегда. Раян, если ты будешь лежать на диване целыми днями и смотреть телек, то вскоре такое оправдание, что ты пуфистый, больше не сработает. Ой, да ладно, жирные котики тоже нравятся этим людишкам. Я люблю жирные котики. Я тоже люблю. Ты просто хочешь плавить меня, типа, заставить вести здоровый образ жизни, а сама займешь мое место. Ну, уж нет, я тут нагрел. А сейчас по непонятным причинам наша передача прервет сообщение Дед Трояна. Давайте, давайте. Давай я? Да, 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 да. Это что вообще, это кот? Наверное, кот. А, лис? Ну, давай, давай. Да, это не кот. Сейчас. Давай. Я по непонятным причинам прерваю эту тупую передачу, чтобы обратиться к Трояну. Что за хня? Мне кажется, или... Или передачу прервали. Ха-ха, какой сообразительный. Рука еще. Я попробую тут сектовать. Все. Я вызываю... Что? Давай. А, подлого Трояна на поединок за популярность. Да. Лисички против котиков. What does the fox say? Ха-ха-ха. Бой между лисичками и котиками? Ядренная смесь. Встречаемся в центральном парке возле фонтана через несколько минут. Если не засал, конечно. Хм. Ха-ха-ха. А теперь вещание снова возвращается к передаче. И мы продолжаем. Типа ничего не было. Это же лис решил меня на слабо взять? Ага. Мне это не нравится. Ну, ёфт. А я так хотел посмотреть передачу скандала, интриги, расследования. Ну ладно, пошли, сходим, позырим, что за поединок. Только... Я застрял. Ха-ха-ха. Ты ведь просто не двигаешься с места. Нет, я застрял. Это безвыходное положение совсем обездвижило меня. Тайан еще пару раз попытался сдвинуться и... Грохот. 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 Да, бля. Пошли юнцы. На месте встречи. О-о-о. О-о-о. Это те дети. Два незнакомца сдали... Парк, кто ему огурец в жопу засунули. А вот за очки хипстера того. Помните? О-о. А что если надо? Ну их нажать может? Да, я знаю. Два незнакомца стали друг напротив друга. Помните, там еще было то, что... Что, вы просто взяли очки все? Он погиб, там в телевизоре было. Погиб тот очкарик. Потом там еще был разговор с полицейским. Да. А Тарьян с Марусей еще не знали, с кем они столкнулись. Все-таки явился. Ну теперь настало время раскрыть твои планы. Свои. Свои. Мне кажется. Антагонисты как-то там. Антагонисты. Ведь так любят это делать. Ну вообще-то у меня нет никаких планов. Единственный мой план на всю жизнь это... Жрать, спать и смотреть порно-сайты с кисками. Ну, Боже мой. Давай, Маруся, Маруся, рукалицо, давай. Рукалицо. Давай. Давай. Короче. Подождите, я как захват мира. Да ну. Маруся посмотрела с нескрываемым испугом. Господи, я потеряла его. Ну, вообще-то антагонист это я. А, нет. И я собираюсь свергнуть правление котиков. На смену эпохи КТ приходит новая эпоха. Эпоха лисичек. Ну. Ну. Ок, делай что хочешь. И ты меня не остан... Чё? Троян, неужели это тебя вообще не заботит? Ну да, мне-то что? Ну, сделает он там свои дела и что, всем насрать. Ну, это ведь означает, что тебя, как котика, будут меньше любить. Ты уже не будешь таким популярным. Да, Пох. Ты потеряешь все привилегии, которые были у тебя. Да, Пох. Без шоки. Но, но... Я больше не могу. Ты уже не такой, как прежде. Ты... Ты изменился. Я больше не узнаю того Трояна. Для меня он мертв. Да. Пох. Какая драма. Ну, раз уж тебе Пох, то меня реально никто не остановит. Лис уже ликовал. К сожалению, Троян утратил всю свою былую энергию. Былую. Ну да. Сейчас же остался только призак прошлого. Глаза такие красные. Да, да. Это у котиков. Никто не остановит. Лиса. Победа была в его руках. Почти. Маруси был... Маруси немного промахнулась, когда говорила, что Трояна потеряет с... Потеряет с этого. Что? Просто она забыла, какие были у этого кота настоящие ценности. Точно. Как же я могла забыть? Троян, если ты позволишь ему одержать верх, то ты больше никогда не сможешь свободно бухать, курить и заниматься анархизмом. Никогда! Никогда! Не сможешь бухать? Я только в сознании Трояна. Никогда... Никогда затухшее... Никогда затухшее... Что? Что? Никогда затухшее сердце снова загорело в черном пламе. В общем так. Не знаю. Почему черным? Почему черным? Потому что я, черт возьми, тот еще ублюдок. Муахахаха. Я чувствую, чувствую, что я долго уже не матерился. Морося закрыла уши. Уберите детей и интеллигентов подальше от экранов. Внимание! Огромное количество мата. Пропустим это, пожалуй. Фух, выговорился. Аж на душе легче стало. Лиз в шоке. Все. Ты вернулся! Такие слезы. Слезы. Не проливай, Машка, слезы понапрасну. Ёпт. Кажется, произошло что-то страшное. Не зря ты так думаешь и рыжий мудила. Фокси! 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 А не патрульник сбежал! Фокси! Во что превратился? Вообще-то у меня имя есть. Фокси. Фокси. Фокси, как оригинально. Это же плагиат! Ай, плагиат, плагиат! А тебя вообще вирусом назвали. Зато я охрененный. Это был очень весомый аргумент. Старый, злой, добрый троян вернулся. Можете особо не радоваться. Даже его прежний вид не остановит меня на пути к моей цели. Лисички победят. Фокси был уверен в своей победе. Так же отреагирует... Как же отреагирует троян? Камень! Чё? Ох уж этот непредсказуемый троян! Короче, сейчас будет батл, я против тебя. Кто милее наберет больше просмотров на Юсуру. Чур, я первый. Маруся, врубай! Маруся включает из нее, откуда взявшийся магнитофон и... И так, читатель за экраном, сейчас и тебе придется попотеть. Что? Ты чё? Сейчас будешь ты потеть. Чё? Жми как окаянный на левую кнопку мыши. Я уже забыла, где я левую. Есть! Давай, износилуй мышь, чтоб неладно ей было. Насчет три. Раз, три. О, Боже! У меня всё зависло. Я висла у тебя. Ну вот, всё зависло. Да, всё зависло. У меня нет. Сто, два, три, сто, три, сто, сорок. Я не вижу. Блин. Я вижу. Чё за вигняет? Что только сейчас увидела? Быстрееей. О, Боже! Да, осталось, делай шестнадцать, шестнадцать, шестнадцать. Всё, давай, давай! О, Боже, я даже... Я даже немного сдвинула, но ничего. Да, надо победить. Лис, входит, ты я. Да. Ха-ха! Да! Мышку не сломали? Да не, не, не сломали. Не беспокойся. Чё? Эм, чё, ну чё? И ещё? И чё? Что произошло? И чё это было? Это конец, да, типа? Нет, это просто... Да, ясно! Да, это просто другая вкладка открылась. Да, да, да. Я думаю, это конец, это фигня. Да нет. Вы... Накликано тобой 348. Так, нет, не сломали мышку. Тогда продолжим. Что? О, да! О, да, тренд отжигает. Тренд достигает пика мимимишности. Он впадает в состояние мурсерс... Мурсерка. Что? Это типа состояние берсерка, только мурсерка. Ну, вы поняли. Видео набрало 10 миллионов просмотров. В общем, как и многие видео с котиками. Что же покажет Фокси? Что же он покажет? С виду ничего необычного. Он не милый. О, нет, милость с висичек начинает двоиться в глазах. Никакой он не милый. Боже! Они заполнили все пространство нашего разума. А, их слишком много. О, нет, это видео обогнало наше. Так-то. Так быстро? А вообще странно, что видео так быстро набирают просмотры. Это же нереально. Ну, это же видео с котиками и лисичками. А, ну да, точняк. Боюсь, в этой битве мы проиграли. Но это еще не конец Фокси. Тактическое отступление. Ну, или прочее. Смываемся. Трояна с Марусей ретировались, прочее, из парка. Но, как уже сказал кот, это еще не конец. Спустя день. Не, я все равно не понимаю, зачем девушки мущипывают, а потом рисуют брови. Трояна, надо что-то делать. Фокси набирает популярность очень быстрыми темпами. Если так будет продолжаться, дальше про тебя все забудут. Многие котики потеряют работу, лотки и средства на покупку милых шапочек. Ай, как это мило. А еще Фокси выпускают шоу, одежду с его изображением и игрушки. Какая милая Маруся. Ты такая мимими. Гребанный маркетинг. Ну, блин, я думала, что эта проблема сама решится. Ну, ладно, хватит это терпеть. Настало время собирать команду профессиональных милашек, героев и убийц. Зачем бить? Ну, что за глупый вопрос, Машка. Конечно же, для эпических видео в инете. Но ведь на одном интернете мы не выкрутимся. Нужны более значительные действия. Это уже проблема будущего Трояна. А сейчас вперед, искать новых союзников. Маруся запрыгнула на голову Трояна, и наши славные герои отправились на поиски. А где ты в городе? Кот и Мышка медленно шли по улицам города. Тучи медленно закрывают солнце. Блин, я вообще не вижу никакого достойного для нашей команды. Я скилый дурак, заметили? Твой лед спаркл! Вот, твой лед спаркл! Давайте, я скилый дурак! Я не знаю, где он у нас. Мусорка здесь находится, смысл? Мусорка здесь находится, смысл? Я свечу, лол. Я счастливый дурак. Боже мой. Ладно. А, я свечу. Все какие-то лохи и неудачники. Кстати, лоха. Может, нам позвать мафию? Ну, помнишь, ту, которая хотела нас убить, но потом вдруг резко уехали из города по реке. Это Маруся. А, ну, да, помню. Она, кстати, их убила. Помните-то? Она не убила их же. Она убила их там. Она собрала троян. Надо реально попросить у них помощи, несмотря на наши старые обиды. О, боже, если он узнает, что я их убила. Нет, 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 этого нельзя допустить. Таряна же достала телефон, чтобы позвонить мертвым, старым знакомым, но их отвлек. Курлык. Давай, эй, мне обудит. Что за... Герои посмотрели в сторону звука. Они увидели голубя. Давай. Курлык. Это просто обычный подозрительный голубь. Подозрительный. Курлык. Курлык-кулык. Курлык-кулык-кулык. Чтоб меня слесовали, повторяю, меня слесовали. Вот чёрт, вот чёрт, это же голубь спецагент. Голубь попытался сбежать. Но Троян быстро отреагировал и схватил шпиона. Признавайся, зачем за нами следил? Это секретная информация. Секретная, значит? А что если я надеру тебе так задницу, что ты больше галить не сможешь? Угрозы не помогут. Серьёзно? Тогда я не знаю, что с ним делать. Я ничего не умею, кроме применения жестокости и грубой силы. Ешь его просто. Может, уложить деньги? То, что надо, Машка. Агент недоделанный. Давай инфу за деньги. Деньги меня не интересуют. Тогда, может, за пачку семок? Семки? Мне надо переговорить со штабом. Переговорил. Мы согласны такие условия. Ну, просто забыться. Троян достаёт семечки. У каждого быдла кота имеется пачка семок. Это как топливо для нас. Какая информация вас интересует? Ну, начнём с простого. Ты вообще, черт возьми, кто такой? Я спецагент из секретного подразделения. Ну да. Следующая информация строго засекречена. Ну, а зачем сидишь за нами? Из-за твоей битвы с Фокси в городе стала накаляться ситуация. Я сижу за тобой. Другой агент за Фокси. Так мы сможем понять из разведанной информации, нужно ли будет эвакуировать людей из города и когда. Ок, ясно. Понятно? А что это за штаб у тебя под крыло? Я так связываюсь со своим центром. Ну да, конечно. Троян, смотря, что этот голод на самом деле не агент, у него есть способности к слежке. Нам бы это пригодилось. Ну ты, Машка, жжёшь. Вообще, вообще умная. Эй, рассадник, зараза, не хочешь присоединиться к моей команде за пожизненный запас съемок? Я не могу сотрудничать с... Пожизненной? Я надо переговорить со штабом. Переговорим. И они дали зелёный свет. Это просто охеренно. Эй, хей, а куда солнце пропало? А солнце было полностью затянуто тучами. Буря близко. А тем временем Троян и Маруся отправились дальше на поиски команды среди общественного отребья. Почему среди него? Потому что только там находятся самые колоритные личности. И Троян там когда-то был. В плохом районе. Какая красота. Какая красота. Мы уже больше всего записываем. Я знаю. Лау. Ну ладно, давайте посмотрим. Вот она обратная сторона большинства прекрасных городов. Отсюда выходят люди с сильной волей. Или психопатоманьяк. Психопатоманьяк. Все очень плохо. Ха-ха. Я ненавижу Трояна. Что это интересно? Ну вообще-то нет. Но мы с тобой расслаблены гламурной жизнью. Можем попасть в передрягу. Тогда может нам вообще не надо было сюда заходить? А если мы встретим кого-нибудь умного и злого гения, мы же столько с тобой приобретем? Или же вдруг мы встретим первоклассного наемного убийцы? Это же будет офигенно. Давно мечтал заказать убийцу и убить кого-нибудь. А может попытаемся без пролетия крови? Стоп, подождите, мне показалось, что Троян похудел? Возможно. Он похудел снова. Да, он похудел с рисовкой. Но раньше такой пуфистый был, а теперь какой-то тоненький. Как обычный кот. Да. Ты что, серьезно, что ли? Как без кровопролития? Так неинтересно. А если мы встретим вдруг Тявкина? Ненавижу Трояну. Ненавижу Трояну. Давайте. Давайте. Смейтесь надо мной. Из негадого спины собаки превратился в бездомную дворняшку. Вообще печалька. А вообще, мне кажется, или упоротый Заяц сам говорит с таким грубым голосом? Вообще печалька. Ой, да ладно тебе. Неужели все настолько плохо? Раньше у меня были дом, друзья, приятные вечера с бокалом вина. А сейчас у меня даже нет чая в этой грязной кружке. И все друзья мои, товарищи, оставили меня. Все говоришь? Это тогда кто? Или что такое? Что? Без понятия, месье. Он просто увязался за мной когда-то, и я даже не заметил. Я дорожил друзьями с собаками, которые скрашивали мои дни. Мы вели светские беседы об английском чае и о том, что может под дни... Подожидать. Да, да, да. Поджидать в лесу блондинок, которые предпочитают оставлять броней в друзьях. Ну а разве это настоящие друзья? Настоящий друг не оставит тебя в каком бы небо беде. А если бросил, то разве он бы был твоим другом? О, Машка дело глаголит. Вот мы с ней настоящие друзья, она всегда меня спасает из тех передряг. А что же ты даешь замен? Я? Ну, как это? Как его? Свою любовь. Луну и звезды. Ясно. То, что ты сейчас один, говорит о том, что твои мнимые друзья не воленствующими друзьями. Единственные, кто поддерживает тебя, это... Вот оно. Вот оно. Эй, ребята, а правда, что мы больное воображение подростка? Я вообще заметила то, что кролик сам говорит. Он сам говорит. Просто я была не очень слышна, но он сам говорит. Ох, какая интересная беседа. Наши герои рассуждают об одних из самых главных вещей в жизни. О дружбе. О дружбе. Они так хотят облегчить жизнь неприятеля, что даже решили привыкать о разумности этого существа. Ну а что? Что мне сделать, чтобы подбодрить недруга? Наверное, вы правы. Вот и отлично. Это же означает, что ты не будешь вызывать меня на дуэль, чтобы отомстить. Мы же не будем повторять одну и ту же шутку на протяжении трех частей. Нет, не будем. Просто шикарно. Тогда... Подождите, что это? Да это же... Минутка сцен, не вписывающихся в сюжет. Поехали. Ой, там мусорка. Ой, какой милошка. Здравствуйте, читатели. Взгляните на свое отражение и на меня. Взглянула. На свое отражение и снова на меня. Мы такие разные, но только я похудела к лету. Я же знаю, что он похудел. Гляньте вниз. Потом вверх. Вы перед шкафом не знаете, что надеть, потому что вы не похудели. Что у вас в руках? У меня билеты на море, где я смогу свободно красоваться своим телом. Хоп, билеты стали заботнее самооценкой. Все возможно, когда ты скинул пару килограммчиков. Да, я на весах. И я нихуя не похудел. Хватит говорить, что я похудел, это неправда. Плачет. Ладно, продолжим. Нам надо дальше искать союзников против Фокси, так что мы... Против Фокси? Ну да, ты его знаешь? Да как я могу забыть этого мерзавца? Он оскорбил меня, назвал этим грязным словом нищеброд. Троян, у нас есть общий враг. Почему бы не забыть старые обиды и объединиться? Я против себя. Я против себя, в общем. Соединю на зайца. Лоу. Ну, у меня вообще не было обид. Зачем на оленя обижаться? Ой, да ладно вам! Короче, как там тебя? Тявкин, не хочешь присоединиться к тотальному уничтожению Фокси? К тотальному. К тотальному. Господин Тявкин встал с колен... с земли. Я с превеликим удовольствием, месье. Кто будет за ошибки природы? Так это ты! Это же Заяц говорит! А, ошибки природы. Ура! Мы идем дальше по станции нашей истории? Можно и так сказать, мой друг сердечный. Эй, собака в шляпе или как там? Когда Фокси успел обосрать тебя? Хе-хе-хе-хе. Всего за несколько минут до нашего... до вашего прихода. Потом он пошел вон в то здание. Знается, пять. А как правильно ударение? Кто знает? Курва, наверное. Курва. Я не знаю, что это такое. Ладно, я... Курва? Курва. Курва, почему бы ты раньше не сказал? Маруся, мы обяз... Маруся, мы обяз... Мы обязаны найти этого мудака и отмутузить. А, это... Давай дальше. Но мышка не успела слова ставить, как она с Трианом уже летела против потоков ветра на встречу их главному врагу. Хе-хе. Ну... Где-то в здании. Хе-хе. Так, замахни рукой. Ага. Ну и где твоя брутальность? Представь, что ты слен щита. Что? Но Фокси прерывает влетевший Троян. Попался мудила. Вах-вах. Прям вах-вах. Смотри. Прям вах-вах. Няшка. Так, попался мудила. Теперь я тебя... Побежу. Победила. Короче, сейчас получишь по морде. Хе-хе. 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 Ты опоздал, учмошник. Теперь у меня есть то, что позорит твое славное имя. Фокси дает из ниоткуда появившуюся пленку. О, нет! Неужели это видео, где кошки облизываются? О, нет! А ему просто нужны были деньги! Что? Нет, нет, это совсем не то? Не это? Э-э, да, карício. На этом видео доказательство того, какая он хреновая знаменитость. Мы тебя не боимся, Троян смелый, храбрый и отважный кот, правда? Но Троян был не с нами О чём же думает Троян? Окей, давай, дальше Так это пропустить нельзя Вообще нельзя? Нельзя Нажми на картинку Как? Никак Никак Приди в главное меню? Нельзя Да Ладно И чё, так долго будет ещё продолжаться? Да подождите просто Не надо напрягаться Эй, не напевай, пожалуйста Я не напеваю, просто такая Это же НОу Чё, это как-то долго? К чай не пьёт вот чьмо К чай не пьёт тут чьмо Хахахах Кто чай не пьёт то чьмо Чё? видео услышите что там я сейчас еще слышу вот совсем немножко я сейчас уже слышу а все да ладно я отчаливаю не так быстро банан то есть баран у меня есть тузы в рукаве это же вот черт теперь власть в моих руках махаха готов фокси застыл в немом страхе но прошли секунды минут но так ничего и не произошло мороси взглянула в тетрадок те кто не закрывая дверь за собой жастин бибер борис с демоны те кто считает что в трояне нет складного смысла те люминаты махаха а его за что он ведь и так мертв не запросто были. Нет, это ты. Да, я поняла, что там должны быть звездочки. Ладно. Всё. Давай, знаешь. Вот, блин, он исчез. Как он это сделал? Тоже так хочу. Я надеюсь, что на этой пленке не было ничего страшного. Кстати, да. Интересно, что же там было? Так, кто? Давай, Эми. Давай. Диктор? А, давай ты. А, нет, это же Нина должна. Я вообще-то телешоу. Ну и что, ты всё равно должна всегда за телек. Нет, у Диктора больше получается у Эми. Ну ладно, ладно. Просто Эми много озвучивает. Многих озвучивает. Да ладно, не будем. Ладно, сейчас у нас светские новости. Начинаем мы передачу самого громкого скандала. Всеми известный и любимый Троян был пойман на изменение беззащитной женщины. Что? Что? Эм, неубедительно. Эм, неубедительно? Эм, неубедительно? Женщины с ребёнком. Следи за нередившимся ребёнком. Трояна Баруся сидели на диване и офигевали. Так вот, что было на этой плёнке. А этот Целис хитрожоп. Ну и хитрожопие. Что мы будем делать дальше? Есть у меня ещё одна идея, но я хотел прибегнуть к ней в крайнем случае. Но, как видно, придётся сейчас. Что же это? Мы пойдём за помощью к самому удачному мудиле из всех мудил. К тому, кого мы оба ненавидим всем сердцем. Киллер? Наверное. Наверное, киллер. А, ну он же хотел убийцу нанять. Давай. Неужели? Да. Киллер. Да, я так и знала. Киллер-киллер. Я тоже знала так. Вот поэтому это, Тернокс и Химаря поставили это всё. Это. На, вот так. Так. Солнце совсем скрылось за чёрными тучами. Ветер усилился, покачивая деревья в такт к часам, которые отчитывают время до конца всего. Тарьяна и Маруся встали напротив тем самым домом, где они встретились впервые три месяца спустя. О! Ничего себе! Вы помните тот человек, который вам пожирал? Да. литоколы. литоколы. Прямо как всё заросло, как будто несколько лет прошло. Прямо как это, как в пиццаре Фредди прошло тридцать лет. Там-то три месяца прошло всего лишь. Ну, тут три месяца прошло, а там тридцать лет. И тут как-то похоже. Окей, всё, давай. Вы чё, серьёзно, они до сих пор не сделали эту дыру? Неужели она такая непри... неприметная? Тарьян, давай быстрее, здесь совсем покончим и уйдём отсюда. Это место пробирает меня до костей. Окей, мне тоже здесь не по себе. О чудище погано, выйди ты из пещеры трусы бесчестной, да покажи морду свою страшную. Мне нужно... Так, блин... Мне нужно просто было кое-что достать. Всё, достал его. Послышался топот? Услышал. К топоту добавился рык. И кажется он не в добром здравии. Изры веял холодом и смертью. Из мрака появились зелёные штаны, серая борода и... Ух ты, какой накачанный он стал! Да, давайте имя... Да почему я? Почему? Потому что... Потому что... Нина голос не подходит, у неё такой милый. И у тебя тоже, но... Ты же... Тебе же нравится всех озвучивать, да? Да ладно, ладно. Я даже не знаю, кто он такой. Я... И что? В прошлой части как-то не очень... Сильно! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ладно. Чёрт, радикулит, чтоб тебе... Не кастинг стал намного лучше. Не знаю. Чего надо, молодцы? Хш... Молодцы. Да это же... Мой старый враг. Стой, стой, стой! Стой! Прежде чем ты достанешь свою пушку, у меня есть деловое предложение. Я предлагаю заключить союз против Фокси. Как тебе, чувак? Мне-то что? Я... Что я... Получу с этого взамен? Ооо, вот здесь, Машка, начинается бизнес. Учитесь, холопчики, пока я жив. Минута погадит. Всё очень плохо. Да... Да это... Дираловка. Даже моя давно погибшая совесть не позволила бы так заломить сыну. А что ты хотел? Я наёмный убийца. Мне надо покупать припасы для Лизоньки. Купаться для... Кого? Лиза. Моя красавица, умница. Ах, какая нежная любовь. Чёртовозвращенец. Ха-ха-ха. Ну так что, не больше, не меньше. Ты протишь слишком многого. Ладно, там миллион долларов, но фотку голого Семёна в сахаре это слишком. И зачем тебе вообще это? Ха-ха-ха. Я тоже не думал об этом. Я не озабоченный, просто... Это Лизоньке нужно. Ха-ха-ха. Да ладно, признайся, что ты педик. Да не педик я. Всё, союза не будет, поэтому прошу нахер отсюда свалить. Ладно, ладно, чувак, не кипятись. Я не буду тебя называть гомосексуалистом. Просто занись хоть немного свои требования, а то не потяну я такое. Ладно, даем денег и порки кочегары. На уж, ладно, порока. Рано Киллер пожали руки и лапы. Кот встретился с убийцей взглядом. Приятное место в твоё дело. Мне тоже. Разжав руку, Киллер вернулся в пещеру-дом. Может, он и не гей. Почему ты так думаешь? Ну, его рука ничем не пахла. Рука лица? Давай! И вообще, довольно опасно заключать договор с Киллером. Мало ли, что от него можно ожидать. Базара нет, ты права. Но мое желание засрать все планы Фокси сильнее чувство самосохранения. А ведь чувство сильнее, чем даже потребность в неудобных местах для сна. Не дадим лисичкам править. Котики форевер. Ахахаха. Но злорадный смех... Размышление о власти прервал звонок мобильного телефона. Кто это еще? Ты сейчас и ледок. Так еще и видеовызов. Подожди, лопатный называется телефон. Неужели кто-то пользуется видеовызовами? Что за странные личности? Ну да. Вообще-то, пользоваться видеовызовами не так уж и странно. Смотрите там, кто кого-то хотят поджечь. Там же сено всегда на палку привязывают. Ам... Да. Просто ты отсталый пень. Ты что, в рыло не получал? Подождите. Фокси, какого фига ты мне звонишь? Кстати, да. Сразу как дело. Я стою рядом с народным, который хочет надрать тебе задницу. Чего? Слушай сюда, кусок мяса. Я тебя по ЭП вычислю. Зачем мне вычислять? Я могу тебе с радостью сказать, что мы находимся на главной площади. И мы все очень ждем тебя. Пора ответить за все твои грехи. Чертов наркоман. Чертов наркоман, мы знаем, что ты употребляешь наркотики. Какие наркотики? И мы знаем то видео с облизывающимися кошками. Блин, криминальное прошлое. Я тогда был очень молод, а они хорошо платили молодым и сильным. Вы посмотрите на его историю кредитки. Зачем ему услуги папарацци? Каждый хочет почувствовать себя звездой. Хэ, а зачем он покупал 2000 страниц шуток? Как зачем все это вот для этих мартышек за экраном? Вам весело, мои дорогие? Да, есть. Да, да, да. Толпа еще долго перечисляла грехи Трояна, пока у последнего не начала пригорать. Вот чего вы пристали к коту? Ну, бухает он и курит. Пусть себе творит, что хочет. Я ведь всеми этими покупками поддерживаю экономику этой страны. Мне кажется, эта страна не держится только на наркотиках и алкоголе. На чем... на чем же еще? На нефти, что ли, а? Все равно это не оправдывает тебя, Троянщик любимец всего города. Приходи к нам и поговорим лицом к лицу. Аль зассал? Что ты сказал? Что ты сказал? Я зассал? Я зассал? Да, я зассал. Тогда мы ж... Что? Тогда ладно, пока. Хотел кот отключить вызов, как лица его остановил. Стой, остановись. Если ты не придешь сюда, то мы заставим... тебе подружку ответить за все твои поступки. Как... Что за трев? Как это произошло? Маруся сейчас здесь со... Какого? Фига. Троян, на помощь, пожалуйста. Эй, стопе, стопе, стопе. Вы чего творите, придурки? Она ведь настоящий ангел. Точнее падший. Я знаю кое-что не большее. Самую страшную тайну. Ты даже... Ты даже не подозревал, что все это время у тебя под носом была... Но звонок резко прекратился. Вы видели, она была черненькая, с красной глазом. О, господи, ну что за тупица. Выключает... Выключает вызов прежде, чем договорить. Эм... Эм... Юстубида идиота. Теперь жизнь самого лучшего и драгоценного друга находится в его лапах. Они хотят выместить всю свою ненависть ко мне, Новорусси. А ведь она ничего плохого не сделала. По сути, она одна из самых добрых персонажей в новелле. Светлый... Лучик света надежды на добро в кромешной тьме разгула зла. Я уверена, что она даже в своих лапках катану не держала. Катану, катану, то есть. Я должен спасти ее от этих недоносков. Никто не смеет пересекать нам путь. Они поплатятся за свою дерзость. И я, конечно же. Может, перестаешь стоять против ветра и высказывать крутые фразочки? И пойдешь, наконец, займешься делом? Да блин! По-моему, жевать не даете. Подгеройствовать тоже. Не кажется ли у Хани раздвоение личности? Кем мне тогда быть помимо бомжа и героя? Будь с собой, Триан. Засунь свою философию куда подальше. Я требую свободу выбора. Вы такая девочка, гоняйте меня по сценарию. Да вы все технические неполадки, не переключайтесь. Ха-ха-ха-ха. О, ладно. Наш кот примчался на главную площадь. Долой, Трояна, продам гараж. И привет Химаре. А Чернокс? А, привет, Тернокса? Продам гараж. Смотрите, продам гараж. Да, так я же говорила. Да, я не слышала, значит. Толпа, собравшаяся здесь, просто стояла о чем-то, говорила, каждая о своем. Никто не заметил Дрояна, хоть он и был причиной сбора стада овечек недовольного народа. Мне же легче. Но чтобы добраться до Маруси, надо было пересечь столпотворение. Дроян стал ловко пробираться сквозь граждан. Слышала, в нашем районе они снимают какой-то фильм-боевик. Да все это закончится взрывом. Слышала новость, по городу сейчас остается какой-то подросток и просит сделать домашку по физике. Наивное дитя, никто из нормальных людей не будет решать эту физику. Ужасное слово. Блин, недавно такая хорошая погода была. А сейчас эти тучи скрывают весь него слот. Как видно, грядет буря. И толпа была права. Тучи цвета бездонной бездны укрыли с собой все небо. Из-за такого скопления ощущалось давление безысходности и неостановимой смерти. Когда наконец Троян продвинулся в самый центр, где должна находиться завязанная Маруся, там находилась не завязанная Маруся. Машка! Не удержав порыв чувств, наш герой сильно обнял мышку. Ой, там ня-ня-ня-ня. Блин. Ой, как это мило. Я так рад тебя видеть живой и целой. Я тоже очень рада. Как же это мило, поставлю себе на рабочий стол. Ну как так, почему-то завязанная, почему-то развязанная, а народу кажется совсем пофиг на происходящее. Просто веревки были слабо завязаны, поэтому они спали, а Фокси сбежал. Хе-хе. Видел, как эта мышь делала лису? Ага, бедная лисичка, наверное, после этого детей не будет. Чертолы полтуны. Теперь Троян наверняка узнал обо мне всю правду. Маруся с испугом покосилась со своего дорогого друга, а он? Ммм, сосиска? Нет. Сосиска в сосиске. Шикардос. И снова мышки от сердца отлегло. О, рисовку людей лучше, да. Хотели наши друзья отплясать прощальный танец, но к ним подошел человек из толпы. Давай... Давай Энина. Вы случаем не Троян и Маруся? Эмм... Ну, терять нечего, да, это мы, а что? Да ничего, просто мы должны избить вас за ваше злоупотребление до добротой народа и сознательную манипуляцию их подсознания. Да нам... Ну, а нам жутко лень. Фух, аж радостно сталось. Вот оно общественное возмездие. Да и тем более, да и тем более, недалеко отсюда собрались поклонники 250 оттенков серого. 252. А, 252 оттенков серого. Ха, знаем мы у ваших поклонников... Поклонников 252 оттенков серого. Все они... Флюхи. Так хорошо, что мы в безопасности. Но как только герои ощутили чувство собственной безопасности, как оно снова зарушилось дымовой шашкой. Да вы задолбались своими дымовыми фигнями. Когда дым рассеялся, все увидели... Бэтмена! Да, это же приборы, ты себе! О, прям, 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 они так мило прорисованы. Ага. Такие маленькие. Держусь, я за лапку твою держусь. Да. Офигеть, чувак, че как? Подожди, я ведь не курил, или... Ха-ха-ха. Я пришел... А, ну, Бэтмен, давай, давай Эмми. Эмми, 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 давай. Ну ладно, я пришел спасти вас. Все просто... Все просто ахнули. Вот это да! Ты научился говорить что-то кроме... Где детонатор? Вообще... А, да. Вообще-то я всегда умел, просто я реально диктатор стал. Где детонатор? Да. Все с тобой ясно, чувак. Что ты тут забыл? Я пришел спасти вас. Ну, мы уже как бы в безопасности. Я Бэтмен. Сватив одним махом трояном Руси, Бэтмен улетел на крыльях ночи. Понятно. За час и шесть минут. Кукла! Помнишь, что, ну, в первой части Хани, помнишь, что там кукла лежала у барона? А, да. Бери потрачен сейчас, вот. Там можно течки разглядеть. Она не... Ага. Призем... Ой. Там утка! Там утка! Там утка! Там утка! Блин, плохо видно. Ай, там утка. Да, там утка. А, приземлившись на крыше, супергерой отпустил наших героев. Ты видела? Ага, бело-золотое. Да нет же, сине-черное. Да что? Теперь мы в безопасности. Да уж, спасибо. Кстати, несмотря на это платье со зрительным обманом под его плащом, мы бы могли стать хорошими союзниками. Машка, ты сжёшь. Хей, Бэтмен, гоу, батл. Я создал. Если это спасёт людей, то я в деле. Единственное, что они... Ой, блин, я перепутал. Они... Цвета одинаковые, по цветам смотрю. Я не считаю. Ладно, всё. Единственное, что они могут спасти, это забыше на часы. Но разве важны мелочи? Нет, Йовт? Хей, мы уже достаточно много собрали союзников в команду. Надо посчитать. Один. Два. Сарделька. 228. Троян, ты что ли считаешь... Читать не умеешь? Почему это я и считать умею, и писать, и читать? Совсем забрался. А, кстати. Давай. Давай. Врусь. По общим посчетам нас семь, считая нас самих. О, нас так много. Кстати, семь это уже, типа, загадочное число. Ну, там, масоны, всякие треугольники. Треугольники. Ладно. О, там, масоны, всякие треугольники. Ладно. О чем мы? Точняк. Теперь мы можем нанести удар Фокси. Объем ему эту рыжую морду. Да, подожди, в чем это лицо? У кого? Оно двигается, лицо Бэтмена. Ну да. Вы не видели? Ну да. Я как бы из самого начала видео. А мне еще... А еще мне интересна его бандана. Подожди, Троян. Давай чуть прервемся с атакой. Ну, дальше. А, че так? Просто я кое-что заказала нам в помощь. Надо немножко подождать. Ну, раз уж ты что-то заказала, я пока могу потренировать свой фирменный удар. Дома у Трояна. Маруся аккуратно приоткрыла дверь в комнату, где тренировался Троян. Лай. Ня-ня-ня-ня-ня. Щик-щик. Выстрел. Шутка. Щик-щик. Выстрел. Шутка. Учусь ранить словом. Скоро научусь его убивать. О-о-о-о. О-о-о. Трояна Маруся залегли на дно и готовились к судному часу. Ну, конечно... А, да. Это, конечно, хорошо, но не приусердствуй. Кстати, я заглядывала в кладовку. Может, нам пересчитать свои запасы на случай нашего поражения, когда у нас не будет средств для проживания? Машка, ты прям генератор идей. Давай-ка проверим. Так, у нас есть две пачки молока, 65 шоколадных сырков, пять упаковок кефира, полусолонки, сухого молока и целое множество йогурта всех сортов и расцветок. А также сливки, ряженка, пенота чистого сыра и сметана. Не то, чтобы это был необходимый запас для выживания, но если начал собирать молочные изделия, становится трудно остановиться. Единственное, что вызывает у меня опасения, это просто кваша. Я знаю, рано или поздно мы перейдем на эту вкуснятину. И на эту вкуснятину. К нашим героям заглядывает на парнях Тявкина. Хей, ребятушки, идите к телеку! Кстати, вообще, он и правда говорит таким, прям, голосом, но его плохо слышно. Поэтому лучше немножко грубым голосом говорить. Хей, ребятушки, идите к телеку! Вот так, нормально? Ну ладно, наши герои усаживаются поудобнее рядом со своими новыми друзьями. Эй, а что я тебе, Олень, здесь делаю? А, да, точно. Идите нафиг, я вас не звал. Вообще-то, ты сам их пригласил пожить у себя, ведь им больше негде. Да ладно, под чем я был? А, хотя вспомнил, что ты совсем забыл. Но зачем запоминать ненужные вещи? Ох уж это Троян. Давай. А мы напоминаем, что дебаты у нас на канале. Фокси против Трояна. Дебаты? Дебаты? Почему я узнаю это только сейчас? Давай. А, без понятия. А, ну, да, вот, вообще, вы вместе должны говорить. Я не хочу. Давай вместе. Давай. Давай, раз, два, три. Без понятия. Без понятия. И когда же они начнутся? И вот, мы в самый последний момент говорим, что дебаты уже начинаются. Уже? Так, Машка, поспешим. Все в Троян мобиль. Боже мой, что за наркомания? Ну, где же этот говорящий код? Давай, Эми. Кто? Зритель 2. Говорящий код? Лол, чувак, что мы принимали? Наркотики, это плохо. Какие котики? Ну, безумно гармонично. Идея нарушает наши герои на Троян мобиле. Трансура! Трансура! Боже мой, это... Господи, посмотри, Троян, весь капот в крови. Блин, не надо было срез... Не надо было срезать. Господа, мы никого не давили. Я ведущий, да? Спасибо. Тогда откуда эти кишки? Устрашающий дектор... Декор. Этот мужчина на капоте, который не дышит. Тоже как в украшении. Как в воду глядите. Неважно, давайте уже начнём. Троян проходит к своей трибуне. Антагонист и протагонист встретились взглядами. Сейчас повеселимся. Ага, цеси тутца. Итак, тема наших дебатов. Кто милее? Котики или лисички? Мур-мур-мур или фыр-фыр-фыр? Первая начнёт многоложаемый Фокси. Спасибо всем. Лисички всегда были милыми. Но злые котики не давали им распространять свою кавайность. Котики делали всё, чтобы быть самыми популярными. Вставали на две лапы. Поражали людей котами с грустными лицами. Надевали печеньку с вареньем и летели сквозь космос. В них сиялись демоны. У него целищики остраяна. Ну, так мы видели. Лол. А лисички голодали, унижались. Продавались на шкурки. И даже воровали. Мы всегда надеялись на лучшее. И вот, я, представитель лисичек, свергнула тиранью котиков. И мы больше не будем умирать на улицах города. Все присутствующие в зале восхищались Фокси. И даже расплакались от такой речи. Вот этот мир стал ещё на шаг ближе к апокалипсису. А тем временем, Троян... Да ведь вы живёте в лесу. Что же скажет Троян на этот счёт? Наш кот глубоко вздохнул и выдохнул. Вот он уже сейчас начнёт свою речь. Давай. Давай сожги, Троянчик. Ну, как бы, заяц говорит. Да, вот, я же говорю. Давай сожги. А, Троян победитель по жизни. Чекай, как мы дел... А, Чекай, как мы делаем. Троян. Троян, лав. Ой, какие губки. Ой, гол. Я тут почти всех измучиваю. Ты, ты, его, ты, этого, и... Четырё. Четыре, пять, шесть, всего лишь шесть измучиваю. Я говорю, ты многих озвучиваешь. Я думаю, Ханни будет больше всех озвучивать. Глаза этого хитрого кота блеснули огоньком. Ну, мне просто свой голос не нравится. Поэтому... Мне тоже свой. Ну, и ничём. Мне нравится голос Айми. У него шикарностный голос. Воу. Им не попырёшь. А, давайте дальше. О, что сейчас будет? Да, из твоих слов видно, что мы котейки все злые и безжалостные. Что мы бессытно управляем людьми. В общем, самые настоящие мудаки. Но вы на самом деле не знаете наше настоящее предназначение. Мы стражи человечества. Мы оберегаем людей от потусторонних сил, что грозятся нарушить покой людишек. Мы обезвреживаем всех суперзлодеев до того, как они что-нибудь сделают. Наш лучший сотрудник, который, по твоим словам, кот в печенье с вареньем, оберегает землю от непрошенных существ из тёмного космоса. И масоны. Берегитесь масонов. Мы непобедимая армия под названием КТ, которая расшифровывается как команда офигенно тайных экзорцистов. Но даже несмотря на все наши плюсы, некоторые люди придумывают оружие массового истребления. Из них тапки, газеты, шиба, брусские коробки, пакеты, лазерные указки. И самое опасное, пшикалки. Трояна всего передёргивает. Та ещё фигня. Помню, наблюдала я как-то из-за нас котом. Так на него пшикалка напала. А там и швабры, и указка, и газеты, и... ТАПКИ! В общем... В общем... Троян, ты немного отошёл от темы. Точно, совсем загнался. Так о чём я? Короче, котики-записы. Теперь все были в шоке. Для обычных людей сейчас открылась настоящая правда. После того, как народ отошёл от шока, они начали понимать всю офигенность Трояна и начали аплодировать. Овации, кругом овации. К лапам кота бросали цветы и... Класс! Троян, а правда то, что ты всё сейчас сказал? Ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Конечно же правда! Ясно! Ох, как... Ох, как же я хочу посмотреть на рожи Фокси! Эй, а где он? Ольга Ваня всего народа прервала землетрясение. Вот он, приближается конец всего сущего. В зале заработал большой экран. Признаюсь, сейчас ты выиграла. Но у меня ещё есть припущенная фаталития. Фаталития. Что это такое вообще фаталития? Ладно. Я активировала оружие судного для котиков. Через час не будет больше никакого КТ. Муха-ха-ха-ха! Да он даже злорадно смеяться не умеет. Слушай, они тебя оскорбили. Да ладно. Учись, голубчик. Муха-ха-ха! Троян, у нас всего лишь час, чтобы предотвратить смерть кошачьего рода. Ох, блин, нам нужен план. Всё в мой пентхаус. В пентхаусе. Троян громко стукнул лапами об стол. Ой, ещё всех озвучить будут. Итак, народ, нам нужен план спасения. У кого какие идеи? О, это же мэм. Пульнуть залпом из базуки в их убежище. Пробраться через вентиляцию и набить все ворожие. Курлык-курлык. Ребят, кто радужное пирожное будет? Может, просто вызовем полицию? Блин, ты всех почти озвучиваешь. Ну, я же говорю. Ой, подождите, это же комикс, помните? Да я же говорю, это мэм такой. Да, комикс. У тебя в кино было не его день. Что было делать? Обязательно надо было делать? Ну, вообще-то нет. Тогда зачем? О, а он разве в нашей команде, а не во вражеской? Ты его сам пригласил, помнишь? Размыто. Наверное, я был пьян. Хи-хи. А я пошёл домой по этому поводу. Откуда у тебя такой пентхаус? Это как-то подозрительное. Да, тут ничего необычного. Я просто убила владельца. Арендовал на некоторое время. Всё, я сейчас буду звучать. Так, и это некоторое время навсегда? Не знаю, я не силён в математике. В общем, я специально занял самый высокий пентхаус в городе, чтобы быть выше и круче Фокси. Ну, Фокси пентхаус. А, уже... Я думаю, его будет слышно. Ну, ладно, говори. Ну, Фокси пентхаус круче. Выгляни в окошко, дружок мой. Ладно, давай... Короче, на всякий случай просто Заяц сначала сам будет говорить, потом ты его озвучиваешь. Так мы его не слышим даже. Так я схожу. Троян выглянул в окошко. Блин. Не расстраивайся, Троян. Несмотря, что твой пентхаус не настолько высокий, у меня есть чем тебя порадовать. Не томи, Машка. Раскрывай свои карты. С удовольствием. Маруся достала чемоданы из-под стола. Я раскрыла их. Я осел, курлы... Я слеп. Я слеп. Я слеп. Я слеп. Я слеп. Я слеп. Я слеп, курлы... Чёрт. Что же там? Маруся. Ты знаешь, чем порадовать большого папочку? Итак, настало время. Подожить, подожить, подожить. Смотрите, вы знаете, где на стройке? Тут посерединке иллюминати. Та-да-да-да-та-та-та-та-та. Та-да-да-да-та-та-та-та-та-та-та. Та-да-да-да-та-та-та-та. Такая музыка. А, ну да. Показмот. Такое, нах, показмот. Патрияновски. так к сентября м м м ч да и все все игра кончилась расходимся господа вдруг она не кончилась мы уже полтора часа и что так с с бензопилой я ходила в салоне как я прекрасный и красный блеск м голубь вообще да а что у машки чё Бэтмен, у него там нож, наверное, такой, у него, наверное, кинжал какой-то, не знаю. Ладно. Идеальное сочетание цветов, великолепное чувство вкуса, а теперь на подиум моделей. Вот это я понимаю, мода, не то что ваше платье. Я ползала. Мы уже несколько минут стоим, красуемся. Может, пора план составить? Кстати, да. Итак, народ, у меня есть план. Сначала Бэтмен переодевается в форму доставщика пиццы и идет к запасному выходу. Динь-дон. Запасный выход или запасной выход? Я сейчас на беспонятии. Дверь открывает охранник. Давай я. Давай я. Давай ты. Чего? Пиццу заказывали? Нет. Нет. Если случаются какие-то проблемы, вмешиваюсь я. А не хотите заказать? Нет. Да, блин. Упоротая охранника. План Б. Бэтмен. Вой. Что? Чёрт. После того, как путь здания через запасной вход будет открыт, я и Бэтмен проходим внутрь. А почему мы не входим? Всех остальных мы впустим через главный вход. Потому что группа из кота мышки мужика в колготках, другого мужика с базукой собаки в цилиндре у портого зайца и голубя, голубя в чёрных очках, наверное, привлечёт внимание. Логичным. 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 Теперь каждый сам за себя. Логичным. Значит, то, что нас обнаружили, тоже часть плана. Конечно, мы должны разделиться и смешать среди них, пока они полностью не собрались. Минута, погоди. Типа карт. Так. Итак, по камерам видеонаблюдения мы определили примерно расположение старого извращенца с базукой и шавки с цилиндром в этом отделе. Но мы не можем найти их полуумного главаря. Его нигде не смогли засечь. Возможно, он находится в районе кухни. Не, меня там даже не было. Я бы там и пометил. Ну да, ну да. Ой, доходит-то. Серьёзно? Только сейчас. Я тут уже несколько минут сижу. Ловите за странца. На кого потом крошите? Дрющи. Трана раздавал пши направо и налево. Всем хватило. Да я таких, как вы, на завтрак я поздно ночью, шурша громкой миской, мешая хозяйке спать. Вы реально подумали, что так всё и было? Если попаду в беду, пусть голод приведёт разведку и найдёт меня. Раздумный коридор. Не надо напрягаться, надо радоваться. Танцующие охранники. Главное, не надо напрягаться. Главное, духовное. Надо радоваться. Коко, говорят хейтеры. Коко. Рандомный коридор. Ну я это уже сказала. Голубь спецагент пролетал по коридорам Петхауза. Вот он, ловите его. Голубь удачно ускользал от них, но в конце концов его загнали в тупик. Ну что, пернатый, попался. Не надо, не оцениваясь спецагентов. Голубь переговорил со штабом. И взрыв. В Петхауз взлетали десятки голубей спецагентов. Вот вам секретное пернатое подразделение. Когда все враги были обосрены, побеждены, голубь спецагент обыскал тела. Из разведных данных он смог найти Трояна и освободить его. Снова в свободе. Ох, как же я давно не сидела за решеткой с наручниками. Ну да ладно, и так дальше. После того, как мы разделимся... А, ну, лапунки должны быть. После того, как мы разделимся, мы все встречаемся у лифта. Лифт. Лифт. Этаж какой-то, этаж. Так, лейтенант, Маруся, все в сборе. Все в сборе, капитан Троян. Отлично. Тогда голубь и Бэтмен остаются здесь и не дают подкреплению попасть наверх. А я, Машка Тявкин, со своим дружком у киллеров отправляемся вверх на лифте. Лифте, прямо к Фокси. Эй, мы не на последнем этаже. Но это был последний у лифта. Стоп, стоп, у него кнопки в разные стороны у лифта. Странно. Как видно, чтобы добраться до последнего этажа, нужно сделать пересадку. Умно. Какой дальше план, мой дорогой друг Троян? План? Какой план? На этом он закачивается. Дальше импровизация. Ну, конечно. Чего можно было ожидать от тебя? Ой, все. Неважно. Идем искать другой лифт. Файп на этот Троян. Файп на этот Троян. Аниматроник Файп на этот Троян. Они так, прямо шикарно. О, помнишь, ты-то помнишь? Ну, Ханни, помнишь, что вазу, на которую он сел? Помнишь? А, вазу? Да, помню. Да, вазу во второй части. А-а-а. Это та ваза. Помнишь, что там, где они там... Это вообще было смешно в тот момент. Ну, это же та ваза, мне кажется. Короче, так. Наша команда спасителей долго бродили по коридорам в поисках, пока не наткнулись на галерею трофеев. Офигеть, я такую же хочу. После всего надо будет сюда вернуться. Особенно. За этим. А-а-а. О, боже, нет. Где же я их видел? О, нет, сейчас все тайны раскроются. Хм. Он обо всем догадался. Хм. Не догадался. Он перенасыщенный... Э-э... Он перенасыщенных эмоций... От перенасыщенных эмоций Маруся отверяет сознание. Срединым Маруси. Боже мой. Хм. Да эти коты настоящие лохи. Ох, не знал. Там Фокси, иди на дерево ему зад. Там нет Фокси, честное слово. Честное слово. Понятно. Пройдя галерею, команда замечает табличку. Мы уже близки, еще чуть-чуть, комрады. А-а-а. Гверуха союзников уже мчалась навстречу судьбе. Шикардос вообще. Ноэм преградил путь. Преградил путь... Он. Твою мать. И он здесь. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Давай. О, это я... Я сейчас задумалась. Какая встреча? Тяфкин снимает шляпу. Бегите дальше, друзья мои. Это... Это дело как раз для меня. Заяц, смотрите на зайца. Да. Да, вообще. Ну, если ты так считаешь... Маруся и киллер побежали к истинному пути. Триан последовал уже за ними, но остановился на полпути. Может... Ты не такой же олень? Одесс, бро. О, как во всех как-то боевиках всегда. А. Теперь и Триан скрылся из виду. Кто-то вообще. Тяфкин вместе со своим другом стоял напротив врага. А вот я как раз настроила на... Почти там... На всю эту эпичность. На Вэллы. Да. Кажется, стало наше время, мой милый друг. Давай веселиться! Ты... О, этот заяц... Он... Этот заяц, он прям сказал, потом ты сказала. Хе-хе-хе-хе. Чего так быстро говорится? Ну? Это уж точно. Собака обратилась к нас... К стоящему перед ним. Да кто это? Эм... Я не ожидал увидеть тебя здесь. Ты что, Олей? Да, Олей! Олегин! Хе-хе-хе. Олегин. Евгений вышел из тени и... Предстал во всем своем обличье. Я вызываю тебя... На дуэль. Тяфкин и Олегин остали друг перед другом. Сейчас свершится история. Время бесконечное. Легенда и падающие надежды джентльмен готовы сражаться до смерти от пули в голове. Пока Олегин целился, Тяфкин уже навел прицел и нажал на курок. Курок. Хе-хе-хе-хе-хе. Эм... Это за превернутого Пушкина. Еще выстрел. Это за испорченный рассказ. Еще выстрел. Это за драку из зомби. Последняя пуля влетела прямо в череп. Серьезно? Олегин упал замертво. Вот это выстрел. Поздравляем, вы только что убили Олегина. Круто. Вот этот лифт. Давайте уже быстрее с этим покончим. Кот, мышка и убийца влетели в лифт. Еще несколько минут, и они будут уцели. Неловкое молчание. Классный пентхаус, да? Ага. Неловкое молчание. Ты ведь знаешь, с чем это все закончится? Конечно, так же, как и все другие части. О, приехали. Что? Наших героев отделяла только одна комната до цели. Наконец-то, а то я уже... Срань кошачья. Что за... А это ты, Сайфу? Давно не виделись. А ты похудела. Откуда ты знаешь... Это? Ну так. Она хотела у меня съесть. Эх, ностальгия. Вся эта красота, кишки, погони. Были же времена. Я была так рад, когда съела... Сайфу нашла новых жертв... Друзей. И смог вернуться домой. А теперь мы снова встретились. Мир так тесен. Блять. Да чтоб у меня базука самоликвидировалась. Моя бывшая точка плотнее была. В смысле? Ну, эта змея, конечно, гадила мне душу. Но она прибиралась за собой хотя бы. Эм... Не хочу пугать. Но вот эта непонятная куча... Это живое существо по имени Сайфу. Да вы гоните. Да куда нам гнать? Да куда... Да куда... Там гнать? Сайфу это киллер. Киллер это Сайфу. Свет вам, любовь и пока. Свариваем мальчика. Ран немедля унес лапы. Куда? Ах вы, черт, ублюдки. Решили от меня избавиться. Сайфу приблизилась к киллеру, чтобы мило пообщаться. Господи, помилуй. Ну что, Лизонька, Бог нам не поможет, только удача. А мне его немного жаль. О! Это кто там, рыжий? Стоит. Классно мы избавились от него, да? Может, теперь заживем спокойно. Все-таки вы добрались-то сюда. О, точняк. Фокси стоял возле балкона и смотрел вдаль. На улице грохочет гром. Скоро начнется сильный шторм, сносящий все вокруг. Я тут что хотел спросить? А, я тут что хотел спросить? Откуда у тебя здесь Олегин и Сайфу? Я специально нанял самых опасных персонажей, чтобы остановить тебя. Но ты с помощью друзей, а также подлости, хитрости и тушисти смог одолеть их. И все это ты сделала, чтобы спасти свою шкуру. Ведь оружие судного дня убьет всех котеек и тебя в том числе. Ну, типа да. К чему пересказывать известные факты? Да дело в том... Дело в том, что ты не герой, как все тебя считают. Но я этого не отрицаю. Ладно, если бы дело было только в этом. Но проблема еще и в том, что я... А, да, что я козел отпущения. Что? Козел отпущения? Ладно. Все не увидят меня, считают настоящим злодеем, только потому, что мои цели противоречат твоим. Все считают меня помехой, плохим парнем. Возможно, даже убийцей, ведь я угрожаю главному герою смертью. Кто здесь среди нас еще убийца? Ох, ну и бомбит же у него. Знал ли ты, храбрейший Троян, что случилось с мафией на самом деле? О, нет. Неужели ты так легко поверил этой безобидной мышке, что они просто уехали из города? Оставили свое богатство на житое место, взяли и уехали. И подумай только как. По реке. На самом деле, твоя невинная Маруся профессиональный ниндзя-убийца. Знал ли ты это? Троян! Троян! Я... Я... Знал ли я это? Конечно, знал. Нет, как знал. Что? Вот так. Что? Как видно, меня реально считают полнейшим дегенератором. Я понял еще все в больнице, просто решил скрывать это. Я ведь знаю, что Маруся не хочет, чтобы кто-то знал ее тайну. Все это время. Ты знал? Конечно, мне не важно, кто ты там. Не пытаешься убить автоматический друг. Спасаешь мою задницу лучший друг навеки. Втроем! Втроем! Клёсткингин! Лучший друг! Браво, браво! Какие настоящие друзья! Друзья-убийцы и мошенники. Нас считают идолами и героями. На самом деле, настоящая пара антодонистов. Я не понимаю, у тебя так припекают из-за этого, так и умеешь чесать языком. У меня армия яростных лисичек и оружие судного дня. А что у вас? У нас Халк... Маруся! Халк, Маруся. Достали! Называю на батл. Ну, наконец-то! А пока герои занимаются борьбой, мы прервемся на минуту сцен, не вписывающихся в сюжет. Опять. А, это же реклама! Ой, каким? А, да, да, ты. Давай. А дальше. Давай. Ну, ты хочешь, давай. Я уже прочитала. А, ну, прочитай еще раз. Я просто не услышала. Ты инструктора новелл, ты пользуешься? Даже музыка! Конечно же, Рен Пай. Пи. Но почему? Существует много разных различных конструкторов новелл. Эээ, Рен Пай это создание новелл. Это не только текст, но и картинки. Рен Пай это гигабайты хентайных сцен. Рен Пай это упоротость. Рен Пай это рост. Конечно, давай сделаем новеллу. В Рен Пай. Рен Пай это свобода. Рен Пай. Рен Пай. А вот так, конечно, сделаем. В Рен Пай. Рен Пай. Рен Пау. Реклама. Так мы ни к чему не придем. Перестанем дурачиться и, наконец, садимся по-настоящему. Я вызываю тебя на настоящий бой. Настоящий бой, говоришь? Наступила гробовая тишина. В голосах Фокси и Трояна сверкнула искра. Троян. Не беспокойся, Маруся, отойди чуть подальше. Мышка сделала, как указал кот. Ну что, поехали? Фокси и Троян взмыли в воздух. Сейчас их искры и души желали боя. Троян рванул на лиса. Огромный поток энергии, вырвавшийся из лапа кота, стремился в своего врага. Серьезно? Фокси же высвободил всю свою мощь, блокировав сильный удар. Не Кастиль, ты просто пародия на Наруто. А, Трояна на огромной скорости столкнулся с Фокси, но лис смог удержать сильнейший напор. Вот это... А, вот это... Вот это эпик. Я тебя нагнул с прогиба. Давай, попытайся. Трояна толкнул Фокси и вытянул лапу вперед. Лалукин. Да, я же сказала пародия на Наруто. Да, это пройдено на Наруто. А так силы отбросил лисичку за пределы зала. Но он смог остановиться в воздухе. Это как Саски и Наруто. А, кстати, Реми, ты знаешь, такое аниме Наруто? Да я не смотрела его. Так, знаешь, ну просто знаешь что? Я даже когда маленькая была, я каждый день, потому что два смотрела там. Где-то он начинался где-то утром, но я не успевала досматривать и уходила там в садик. Я маленькая была еще. А я в детстве смотрела Винц. Я тоже Винц. Я тоже. Я в семью на луну, ностальгия. До школы я Наруто смотрела. Ремочки в тесто. Все, давайте. Все в моих руках. Но так ли это? Сейчас, мои дорогие игроки, вы должны помочь Трояну уверенно шагнуть к победе. Нажимайте интенсивно на кнопку H и H, чтобы наполнить мощь Трояна могучей энергией вашего задротства духа. Так, так, это где? На счет три. Раз, три, да? Раз, два. Два с половиной. Два на ниточке. Два на палочке. Да давай уже. Три. Давай. Да блин, я не могу. Че ты не можешь? Я не могу, просто. Да почему? Давай, 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 давай. Да, да что ты? Трояна, Трояна, Трояна! он отбрасывает фокси мощным потоком силы сплюнув кровь фокси проговорил меня обучал бывший солдат первого класса подняв лапу вверх к верху он засылал некоторые мгновенные бывший солдат первого класса в небе стало появляться черное пятно это же метеорит воу-воу чувак да не надо так горячиться но уже было поздно огромный метеорит метеорит летел прямо в их сторону трояну придется собрать все силы чтобы отбить атаку опять что-то ха-ха я же сдохну вот повернулся к мышке на балконе ай когда мило прям прорисовка стала намного милее кто-то добрительно кинул как у всех как у всех там этих штуках там подбатривает когда ты знаешь что ты не один это придает тебе сил не даст не так ли метеорит уже закрыл свои тени весь город тренд протянул на встречу незваного гостя свои лапы готовить очень мощному сопротивлению еще несколько секунд оповещание что это это наконец-то фокси опустил лапу и метеорит мне кажется это должен быть автор шпок она серьезно что ли ты проиграл троян мое оружие с одного дня готово узрите же фокси нажал на кнопку в зале открылись большие ворота и оттуда выехал пылесос шшшш мой черт о да самое опасное оружие против котов и даже против мышей попрощайся со своим другом фокси снова нажал на кнопку и буресос стал гудеть маруся была слишком мала и слабо против этого монстра неужели такой смерти умрет мышка оооо блин а время трояна замедлилось он находился достаточно далеко но если он ускорится изо всех сил то успеет отпихнуть своего дорогого друга нет пересилив звуковой барьер троян уже был в зале пылесос уже почти настиг мышку о а где где его ошейник пропал ошейник пропал троян настигнул ошейник и кинул в технику да троян успел закрыть собой марусю но какой ценой прощай друг троян пылесос засасал кота наполовину но троян дальше не лез ха магн trabal哈哈 круто вскоре машина с грохотом заглохла у нет троян упал на пол весь в крови и нет vom непререгreat мышка places своему другу всех рядом с ним она начал начать трясти кота наш вид наш герой и кашал кроме Вся его шкура была потрёпана и вырвана клочками. Еле держа глаза открытыми, он посмотрел на Марусю. Прощай, Маруся. Прощай, Маруся. Дунь на умирающую лампаду и пусть она погаснет. Триан сделал последний выдох. Маруся смотрела застывшими на глазах слезами. Нет. Фокси стал рядом с пылесосом и смотрел на мертвого врага и скорбящего напарника врага. Он посмотрел на свои лапы. Этого... Ли я хотел. На плач мучке и прекратился. Она медленно повернула... О, нет. О, сейчас начнётся! Порву за Трояна! Тем временем Троян... Тем временем Троян... Вы реально подумали, что я туда отправлюсь? Да-да, именно в ад. Троян посмотрел на дьявола. Дьявол посмотрел на Трояна. Молчание. Ну нахер. Чё? Ай! И пинком дьявола из самой преисподней Троян возвращается в мир живых и... Троян... Я жив, ублюдки! Я жив, ублюдки! Троян! Троян не пустят, значит я бессмертный что ли? Класс! Троян заметил во лужи живого Фокси... Это ты так его? Трояна. 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 Я знаю, я так и прочитаю, не забываю. Всё, цирки. Так мы считали до определённого момента. В один день в цирке появились кошки. Они быстро учились тому, что умела моя семья. Вскоре они полностью заменили нас и нас выгнали на улицу. Мы были ручными лисами. Поэтому в лесу не выжили бы. И следовательно, нам пришлось выживать на улице. Но всё пошло только хуже. Моя мать похитили какие-то люди, наверное, контрабандисты. Отец погиб, когда пытался спасти маму. Наверное, позже мою мамочку пустили на шкуру. Только я остался один. Совсем. Один. Я рос в трущобах среди каких-то... А, таких же сирот и бедняк. И всю свою жизнь я наблюдал всеобщую любовь к котикам. Тогда я задался целью истребить всех котов и вознести лис на верхнюю ступень всеобщей любви. Но я понял, что не так... А, сейчас. Это хочу достичь. Не с помощью смертей и обмана. Вы, котейки, не виноваты, что люди вас больше любят. Вы такие же, как и мы все, милые животные. А мне... Мне просто не повезло в жизни. Фокси замолчал, опустил голову и закрыл глаза. Слышь, Фокси... А ведь лисички могут вместе с котейками править этими людишками? Да, могут. Мир. Мир. У меня только сейчас появилось. А. Так что... А теперь я лучше пойду. Зализывать раны. До встречи, чувак. И Фокси ушел. Фрэнт прошелся к балкону и сел, смотря в горизонт. От тучи не осталась среда. Уходящее солнце освещало город, который чудом остался целым. Конец предотврачом. Маруся подошла к коту и села рядом. Теперь все закончилось. Да, закончилось. И мы живы остались. Да, остались. Машка. Да. А знаешь, в чем прикол? И в чем же? Мы так и ни разу не использовали твое оружие. Ничего страшного. Просто тупо покрасовались с ними. Типа пафосные ребята. Почему бы и нет? Ну да. Троян? Чегос. Это... Это ведь конец? Окончательный конец? Может быть. Даже удивительно, что у нас такой спокойный кон. Вы думали, что меня так легко убить? О. О, накаркал. А вот теперь конец. Ну что, Машка, бежим? Бежим! Анимации типа. Так, у меня зависло. Мне... У меня тоже? Наверное, так и должно быть. И снова Эпик. Музыка, Марк, Шоу, Эфа. Ну, это можно пропустить. А давайте все-таки нажмем на иллюминати. Иллюминати? Давайте! Так, а мне нужно переписать... Переписать музыку. Я хочу эту музыку в одной классике себе добавить. Хе-хе. Просто... Просто Эпик. Так. Я, пожалуй, на паузу поставлю. Так, давайте на иллюминати. А, это же инвентарь. А, нужно было кое-как. Блин, мы это все видели, а так ничего, это. Да, мы не собрали. Ладно. Я видела эти мусорки. Ну, там и все. Ну, я тоже, я тоже все видела. Ладно. Ты здесь, я. Нажми на твайлайт. Подожди, это... Очки хиппи при жизни постоянно носил. Являются пасхалкой ко второй части. Ничего необычного. Все, что осталось от ракеты, которую киллер запустил в Трояна и Марусю, в первой части может использоваться как улика против киллера на суде. Людская поделка из цветной бумаги. Делал ребенок, но остается дофига в облах. Фанаты схавают. Так. Ну, мы вот эту штуку взяли, там бы тоже было. Навалу сделали. Навалу сделали. Дуэт гениальных дураков. Вах-вах. 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 Программист Сота. Вах-вах. Прям красиво нарисовано. Автор с оставшейся лабуды, Саша Доги. А, теперь понятно, почему она за... Она была Доги. Да. Посвящается мне, любимый и неповторимый. Уже не смешно? Ну, ок. Конечно же, эта новелла посвящается вам, мои дорогие читатели. Неважно, как вы все это прочли сами или в обзоре посмотрели. Самое главное, чтобы вообще посмотрели на все это. Большое спасибо всем вам. Вообще чисто всем вам, я отвечаю. И как подлый злодей, я хочу прервать в нашем серии. Это сейчас является последней в трилогии о невероятных причине. Приключения в Трояне. Нет, ну блин. Так, без рук я обучалась к кинг-кунг-фу. Возможно, еще будут новеллы про это быдло-кота, кошку-убийцу, мышку. Но как большой и полноценный проект, нет. Почему? Потому что автор так решил. Потому что, по мнению автора, история Трояна Марусь должна на этом завершиться. Иначе последующие полноценные проекты будут типичной штамповкой и того же. А-ля Симс или Ассасинс Крид. Лучше вовремя остановиться, не так ли? Автор продался. Да и тем более, бог любит Троицу. Оправдание, оправдание. Ну да ладно. Снова хочу попросить прощения за все, что здесь творилось. Прошу прощения за Степу и осковырнение кучи всяких обзоров и из других каких-либо произведений. Последствием упоминаний или наглого копирования цитат. Автор маленькая школа лоа, ему простительно. Так, дальше точно. Наглый пиар. Отписывайтесь на группу ВКонтакте. Там вы найдете много информации насчет Трояна, других моих проектов, да и просто посты ни о чем. И еще. Господи боже, не будьте Троянами. По крайней мере, с такими же плохими качествами. И еще кое-что. Совершенно случайно оставлю тут пару кошельков. Совершенно случайно и непринужденно предложу поддержать этот проект. Недвусмысленно намекну, что деньги всецело пойдут Трояна на икру. Все-таки про евреи и фу, продалась, принимаются. Что же мы хотим сказать напоследок? После прочтения этой новеллы, вы все обязаны заплатить за нее бесстыдную сумму. Эй, Маруся! 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 Маруся где? Ее нет. Где? Ладно, я вам на паузу поставлю. Я ее добавила. Ну-ка, сейчас я на паузу поставлю. У меня тоже тут люди есть, два человека. Так, все, давай. Какой налог? Еземульс. Где это было сказано? Никто не докажет. Что? На самом деле, мы хотим сказать, что мы ведь вас любим. Кроме меня. Я мизантроп. Ну-ка, мы только просим, чтобы вы никогда не грустили и не заставляли грустить автора своими поступками. Шепотом. И кокс попроси, кокс, шепотом. Мы и так попросили слишком много. О, не на все. Кокса много не бывает. Эм, ок. И какой же урок можно вынести из этой новеллы? Вы наверняка подумаете, какой нафиг урок? Автор не кури, это конченый бред. Но я вам скажу. Что каждая эту новеллу воспринимает так, как ему будет удобней. Конечно, ведь легче для мозгов будет просто забыть об этом, как о страшном трэше. Как вдуматься и вынести какой-нибудь урок. Выбор за вами, мои друзья. Ну, а я там всегда прощаюсь. Осталось ли это, сеньорос? Вот так. Да, и так, вот, 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 вот. Мы прошли Трояну третьего. Хоть и, конечно, там Нина вышла из скайпа, не знаю почему. Мне опять Хани плохо слышно. Ну и, короче, под конец, хоть и был, ну, мы пригласили Свиди, все равно подписывайтесь на наши все каналы. Ссылки будут в описании. Да, 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 да. Ставьте лайки на видео. С вами были... Хани, Свиди и... Не, с вами были некто под названием Алексей и... В общем, с вами были Ханиева, Нина Агурец и... И Эми, да. И... Эми. И Нина. И... Эй, Свиди. Да, и бешеный школьник Алексей. Да, и бешеный школьник Алексей, то бишь Свиди. Да, в общем, всем удачи, всем пока.